Добрый день, уважаемые эксперты! Меня зовут Устенко Валерия, ученица 9-го А-класса, школа номер 3, города Якутска. Мой руководитель Карамзина Анна Михайловна, учитель биологии. Разрешите представить вашему вниманию нашу исследовательскую работу на тему свойства настойки из растков послённых лодиностого. Мы остановились в выборе наркотиках картофеля, так как они общедоступны и при правильном использовании эффективны. Уже который год в нашей семье используются настойки из различных растений, также настойка из растков послённых лодиностого. Технологию изготовления настойки оставила нам наша бабушка, и мы во сей день используем её рецепты. Патологии опорно-двигательного аппарата могут встречаться не только в старости, но и в молодом возрасте. Настойка из картофельных растков может справиться с острыми воспалительными процессами в суставах, только сначала нужно проконсультироваться с лечим врачом. Итак, какова же цель нашего исследования? Она заключается в изучении теоретического и практического материалов о способах применения настойки из картофельных растков, если автоматически воздействована к патологии опорно-двигательного аппарата. Далее идут задачи. Новизна. Предложено несколько технологий изготовления настойки из растков послённых клубненосного. Раскидывая растения содержит солонин, аминокислоты, сахар, минералы, витамины, крахмал. Уменьшение содержания солонина в современном картофеле и интоксикации стали редки. Однако, как и любой яд, солонин обладает лечебными свойствами. Всё зависит от дозы. Мы провели качественное определение солонинов клубненосного клубненосного. На подготовленные пустинки были помещены на ровную поверхность. И по очередности были нанесены уксусная кислота, констерина, серная кислота и несколько капель 5% перекиси водорода. Как мы видим, 12-месячные клубни окрасились в красно-оранжевый цвет, а у трёхмесячных солонина практически не содержится. Перед вами три технологии изготовления настойки. Мы используем технологию под номером 1. Она чаще всего используется для наружного применения. В ходе нашего эксперимента мы наблюдали за тремя группами. Первая группа от 14 до 16 лет. Вторая группа от 28 до 36 лет. Третья группа от 60 до 65 лет. Все трое испытывали заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Они использовали способы, как растирание настойки, холодные и тёплые компрессы. В результате применения настойки у трёх групп было наблюдение снижения боли, у второй и третьей группы снижение отёчности. И у третьей группы проявлялась аллергическая реакция. Аллергическая реакция чаще всего проявляется с возрастом. На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы. Собранный систематизированный материал. Изучен состав Роскап. Изучена и выбрана техника приготовления настойки. Определён состав Сталонина методом Ниловой. Полученные результаты подтвердили, что настойка из Росков снимает боли и отёчность. Спасибо за внимание.